Десногорский совет руководителей Десногорский самбист привез в город Бронзу За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 529 сообщений Управление по делам ГОЧС отчиталось о происшествиях за неделю Как правило, это кражи, грабежи, как правило, что совершают несовершеннегонные автотранспортных средств Круглый стол по предупреждению о социальных явлениях среди молодежи Я с удовольствием, во-первых, езжу с концертами Есть программа, которая действительно как-то получилась достаточно душевной И здорово воспринимается зрителями И я получаю от этого удовольствия большое То, что люблю Анна Большова со своей программой в Десногорске На Соколе-горе под Смоленском собралось около 200 юных патриотов Они приняли участие в профильной смене детских военных клубов и общественных объединений Посетил смену Алексей Островский Ребята задали губернатору много вопросов относительно своей деятельности И получили исчерпывающие ответы Профильная смена проводится уже в третий раз Юно-армейцы регулярно принимают участие в ней В этом году к ним впервые присоединились поисковики и волонтеры Гагаринцы и экологи Для всех ребят была подготовлена насыщенная программа Мастер-классы, тренинги, спартакиады, школа журналистики То, что уже сделано для города А также о предстоящих работах и планах Говорили руководители на очередном городском совете На очередном совете руководителей присутствовали представители бизнеса и администрации города Председательствовал Павел Любенский, директор Смоленской атомной электростанции Обсуждали собросы городского благоустройства, уже выполненные и предстоящие работы Были отмечены знаковые городские проекты 2018 года Реконструкция городского фонтана, а также ремонт кинотеатра Эти события – результат совместной работы Смоленской атомной станции и администрации Десногорска Начало 2019 года ознаменовалось открытием бассейна в школе номер один Долгий и трудоемкий проект, который успешно завершился и введен в эксплуатацию Предстоящий год ознаменуется ремонтами городских дорог, благоустройствами общественных территорий И обновлением инфраструктуры города Формат проведенной встречи позволяет дать объективную оценку текущей ситуации в городе И выслушать всесторонние мнения о стратегии дальнейшего его развития То, что мы делаем, направлено на благо нашего города, наших жителей Для того, чтобы город процветал, развивался И в этом формате общения мы решаем те проблемы, которые волнуют не нас, как руководителей Но и, соответственно, волнуют наших горожан По итогам проведенного совещания приняты ряд мер, которые направлены на реализацию текущих и будущих проектов Также был установлен фронт работ в рамках городского санитарного месячника Традиционно к этому мероприятию приглашаются все горожане, в том числе руководители общественных и деловых организаций Финалом санитарной уборки станет общегородской субботник, который состоится 26 апреля Олег Славаев, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна-ТВ Мини-галерею организовали в своем подъезде жильцы дома 61 по улице Кирова в Смоленске Вместо пошлых надписей, которые регулярно оставляли на стенах подъезда юные вандалы Здесь нарисовали цветы и деревья, море и скалы, сельские пейзажи и японскую сакуру Для оформления пригласили художника Сергея Жукова За его плечами уже имеется опыт росписи стен В столице он разрисовывал школьные стены В работе мастер использует акриловые краски, поэтому едкого запаха в подъезде нет Посмотреть на рисунки в необычном подъезде приходят и жильцы из других домов В первенстве ЦФО по самбо среди юношей 2003-2004 года рождения Почетное третье место занял юный житель Десногорска Кирилл Еврасов Подробности в сюжете Многие десногорские ребята посещают секцию самбо уже не один год Самбо – это не только боевой вид искусства, это прежде всего наука обороны Вот и Кирилл Еврасов уже более трех лет осваивает эту науку На тренировках он формирует в себе твердый мужской характер, выносливость и стойкость Именно этому учит молодых самбистов их тренер Александр Каненков Наш тренер очень требовательный и желает от нас всего, чего сможем Наши тренировки очень интенсивные и сложненькие В итоге мы за них побеждаем на соревнованиях И действительно, занимаются ребята многое напряженно Шесть дней в неделю, по два часа в день И хотя Кирилл очень скромный молодой человек и не привык рассказывать о своих достижениях Но, как и все спортсмены, он мечтает о золотой медали Что я вижу дальше, это, может быть, выиграть чемпионат мира по самбо Тренер секции, в которой занимается обладатель бронзовой медали, результатом Кирилла доволен Он один из лучших спортсменов Смоленской области 23 февраля Был отбор на тренер Санкт-Петербург, там хороший результат показал Отобрался в сборную Смоленской области и отобрался в Моржевске на тренер Санкт-Петербург Которая пройдет в сентябре в городе Ижевск Надеюсь, что приявит такое же упорство, такие волевые качества, как и приявил на первенцитерном федеральном округе Думаю, подойдем ответственно к России Результаты весеннелетних тренировок Кирилла увидим в сентябре И, как говорит сам тренер, ковер покажет Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Деснатовая В областном центре начался прием фотографий для ежегодной акции «Бессмертный полк» Чтобы изготовить штендер, который примет участие в акции Смолянам необходимо найти хорошую фотографию своего героя, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны И принести ее в областную библиотеку имени Твардовского Там фото оцифруют, обрежут и подретушируют Прием фотографий для «Бессмертного полка» продлится до 26 апреля А уже 9 мая все участники акции «Единой колонной» пройдут по площади Ленина в Смоленске В прошлом году их насчитывалось свыше 60 тысяч человек Начальник управления по делам ГОИЧС по Десногорску Андрей Воронцов Рассказал о чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда Управления по делам ГОИЧС города Десногорска привлекались для проведения работ По вскрытию дверей 3 раза, по оказанию помощи скорой 5 раз За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 529 сообщений, из них 186 ложных Поступило и отработано 9 просьб от населения Пал весенней травы – одна из главных весенних проблем региона Только за последнюю неделю в Смоленской области зарегистрировано более 300 точек возгорания Всего за одни дежурные сутки на пал травы пожарные выезжали 40 раз Ежегодно из-за возгораний в регионе горят леса, гибнут птицы, мелкие и крупные животные Почва становится бесплодной Но даже это не останавливает некоторых нерадивых смолян Большинство поджигателей уверены, что поджигая сухую траву, они помогают разрастись молодой траве Но мнение это ошибочно После пала, как сообщают биологи, почва восстанавливается в течение 7 лет Беспечность людей обходится дорого и природе, и им самим Штраф от 3 до 250 тысяч рублей предусмотрен для поджигателей За прошедшую неделю в регионе уже оштрафованы 29 нарушителей А социальное поведение среди подростков Это беда не только их родителей, но и неприятность для всего города О том, как помочь юным горожанам на непростом жизненном пути Обсуждали за круглым столом Предупрежден, значит вооружен Тема круглого стола в штаб-квартире волонтерской организации «Осадь Десногорска» У юных горожан была возможность получить важную информацию из первых уст А благодаря формату встречи ребята могли свободно вести диалог непосредственно с представителями полиции и общественных организаций На повестке дня актуальные и важные для молодежи вопросы Так, безопасности и этики в интернете лучше учиться заранее, а не на своих ошибках Оскорбления, ругательства, отправка личных фотографий и информации Это может стать достоянием не только правоохранительных органов, но и злоумышленников Кроме этого, продолжает оставаться актуальная проблема асоциального поведения подростков С юных лет каждый гражданин нашей страны обладает не только правами, но и обязанностями Молодые люди должны понимать, что противоправные действия – это реальные преступления, за которые предусмотрена ответственность В числе шалостей значатся весьма серьезные правонарушения Как правило, это кражи, грабежи, как правило, что совершают несовершеннолетние угоны автотранспортных средств Как правило, данные преступления происходят в каникулярное время, когда дети по меньшей мере заняты Проблема разумного использования свободного времени – здесь верный выбор может сделать не каждый Большинство преступлений совершаются именно от незанятости подростков Наша самая основная, наверное, мера – это вовлечение несовершеннолетних в различные формы занятости, досуга, спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия Сложные и неоднозначные ситуации ставят перед человеком выбор И важно с юных лет понимать, что от него зависит и наше будущее В Красненском районе Смоленской области на плановом обходе дворов С целью выявления и изъятия незаконного оружия у местных жителей полицейские обнаружили тело рыси Животная судавка на шее находилась в бочке возле дома 63-летнего мужчины По его словам, рысь охотилась на домашнюю живность и держала в напряжении всю деревню Мужчина не стал обращаться за помощью к местному охотоведу и разобрался с хищницей самостоятельно В результате охотхозяйству причинен ущерб на сумму свыше 140 тысяч рублей В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело Вчера в Десногорске свою концертную программу «То, что люблю» показала заслуженная артистка России Одна из ведущих актрис театра «Ленком» Анна Большова В этот вечер из концертного зала Центра культуры и молодежной политики Лились звуки мелодий известных и любимых с детства песен На сцене была заслуженная артистка России Анна Большова После концерта прямо в зале актриса устроила автограф-сессию Никто из зрителей не был обижен Вот что сказала Прима Ленкома в интервью нашей программе Я с удовольствием, во-первых, езжу с концертами Есть программа, которая действительно как-то получилась достаточно душевной И здорово воспринимается зрителями И я получаю от этого удовольствия большое То, что меня эмоционально затрагивает, то, что мне нравится То, что я могу ретранслировать зрителю и вложить что-то свое личное И, собственно говоря, такая зрительская реакция, которая была И та благодарность, которую я получила в результате Подтверждает в очередной раз, что программа Она действительно складная и приносящая людям радость Это не первый и не последний приезд звезд кино в Десногорск Не случайно с 2006 года активно развивается программа «Росатома» О которой подробно рассказывает ее руководитель Оксана Конышева Для госкорпорации важны территории, где находятся объекты атомной промышленности Где находится наше предприятие И, конечно, очень важен социальный климат в городах, где живут люди И где работают сотрудники госкорпорации «Росатома» Поэтому это одно из направлений, куда вкладываются средства И развивается культура в территориях Десногорск в этом списке занимает особое место И поэтому программа «Территория культуры Росатома» здесь действует вовсю Александр Иванов, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ На сегодня это все новости Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале Но и на сайте disneydefistv.ru С вами была Виолетта Ефименко Всем хорошего настроения и только позитивных новостей Редактор субтитров А.Семкин